Тяжелейший матч для нас, конечно же, мы хорошо начали, агрессивно начали и забили быстрый мяч, получили преимущество по счету, но после этого мы опустились чуть ниже, чем следовало бы играть. И следствием это стало давление со стороны команды соперника, пропущенный гол, элементарная ошибка, в ситуации мы не сыграли должным образом, но первый тайм, можно сказать, равная голая игра, а второй тайм нам пришлось тяжелее, соперник сделал замены, команда была свежее, мы подсели и вторую половину второго тайма, мы играли на своей половине поля, играли очень много в обороне, но ребята проявили характер, проявили терпение, играли внимательно, да, возле нашего ворот были моменты, хорошо сыграл наш вратарь, и мы могли чуть острее играть в атаке, и могли больше играть в мячом, но не получилось этого, пришлось обороняться, что же такая получилась игра, и мы, конечно же, довольны тем, что мы в конце не подсели и не пропустили второй мяч. А в целом результатом довольны, учитывая, что в концовке у вас были пару хороших моментов? Мы в целом в этом сезоне не очень здорово играем на выезде, и нам тяжело даются выездные игры, и первым таймом мы остались в целом довольны, вторым нет. Но итоговым результатом, наверное, можно сказать, да, потому что все-таки соперник более острые моменты, нежели мы. Да, мы тоже выбегали, имели перекладину попали со штрафного, да, могли и выиграть, но думаю, что на победу мы сегодня не наиграли, поэтому ничьей мы в целом довольны. Спасибо. Ну, хорошая игра. Во-первых, состав изначально поставили экспериментальный, потому что у нас мало кто играл, должны были сегодня сыграть. Ну и плюс сама идея была тоже в три защитника сыграть. Как это у нас получилось, не получилось, это мы разберемся, но поменяли именно структуру, схему, хотели посмотреть, как это будет смотреться. И я думаю, в дальнейшем тоже надо над этим работать, потому что мы более гибкой командой должны быть, ну, мое мнение, как тренера. Поэтому во втором тайме перестроились уже в четыре защитника, как привычно играли, и владели инициативой, и преимуществом, незабильнее реализовали там пару моментов. Результат один-один. Сегодня молодые футболисты сыграли, может, первые матчи в основе, как вы, как тренерами, довольны? Я всеми футболистами с вами доволен, в любом случае. То, что есть какие-то замечания, это мы разбираем уже вне камеры. Мои футболисты сегодня показали самое главное – характер. Без характера, я думаю, футбола нет, он мертвый. Поэтому я им благодарен еще раз говорю, на чуть-чуть немножко не дожали. Моя тоже какая-то, конечно, мы же тоже в поиске. И моя, может быть, даже ущерб результату. Я тоже ищу какие-то схемы, какие-то футболисты, которые у меня в наличии есть, я как бы присматриваюсь, как, что можно сделать, как, что можно выжать. Поэтому моя тоже идея была сегодня сыграть в три защитника. Она, ну, нужно сказать, по первым данным не сработала. Но мы от этого отходить не собираемся, потому что все равно мы должны быть более гибкими, мое мнение. Поэтому мы будем стараться, мы будем еще смотреть, присматриваться. А так, я благодарен футболистам. Опять-таки, болельщики тоже нас поддерживали. Надо отдать должное. Спасибо сказать большое. Вопрос. Скажите, пожалуйста, о замене Жапкина и Хасаева связано, чтобы дать возможность молодым футболистам? Да, да. Или недовольны были? Нет, я всеми доволен. Я всеми доволен. У нас просто ротация такая идет. Посмотрите, сегодня, например, если сравнить с составом, который играл до этого и сейчас, мы ротируем футболистов. У меня постоянно практически по пять замен бывает. Поэтому замены иногда носят, как вы спросили, характер такой, что недоволен, а иногда носят именно такие... То есть это был другой момент, да? Да, это был другой момент. Вместо нападающего, я выпустил защитника крайне. Мы перестраивали в этот момент четыре защитника, чтобы перестроиться, нам нужно было это делать. Еще вопрос, если можно... То есть можно сказать, что вы уже как бы с прицелом на следующий сезон черт, да? Как бы ищете оптимальные... Я всегда об этом говорю, нужно так сказать. Я буду говорить, что мы сейчас присматриваемся, как мы будем смотреться. Мне нужно присмотреться к команде, я уже понимаю. Но все равно есть идеи какие-то, которые хочется воплотить, и которые только наглядно можно увидеть. На бумажке можно сказать три защитника. Мы готовились, мы и на сборах иногда тренировались три защитника. Но надо было это опробировать. Сегодня мы это опробировали, и нельзя сказать, что прям неудачно. Но мы все равно, мы тем самым становимся мячиками. Поэтому мы будем дальше в этом ключе тренироваться. И да, из расчета на то, что в следующий сезон, в следующий сезон все команды начинают без очков. Поэтому в следующий сезон покажут нас как команду, как способны мы выполнить задачу. Я не сомневаюсь, что мы не способны это сделать. С урожаем будете рисковать с одним из лидеров, и плюс вмешаться в распределение мест, это дополнительным снимом будет? Конечно, для футболистов, для меня футболиста, будучи футболистом, для меня такие матчи, наоборот, неинтересно было играть. Нас это тоже проект как команду, потому что команда хорошая, команда в виде, кому как ни с ними, и проверять, насколько мы способны, не способны. Поэтому, я думаю, будет интересная игра. Ну, посмотрим. Спасибо. Можно еще? А, да, пожалуйста. Может, рано говорить, но может уже есть какие-то наметки у вас по усилению составов? Знаете как, я скажу, я и парням самим сказал, мы определенную задачу перед собой поставили по набранным очкам. И мы сейчас по этой задаче двигаемся. Поэтому те ребята, которые у нас есть, они устраивают меня. По любому, в любом случае, есть усиление, должно быть. Но оно должно быть точечное, мое мнение. Потому что у нас собраны хорошие футболисты, у нас молодежь хорошая, очень перспективная. Поэтому из этого нужно любить. Конечно, должно определенное время пройти. И, конечно, точечно какие-то позиции нужно усиливать. Это в любой команде. Не бывает друг по-другому. Но тот костяк, те футболисты, которые сейчас есть, я по максимуму хочу их сохранить. Поэтому я даю каждому шанс себя проявить, чтобы люди понимали. В первом, болельщики оценивают не только результат, но болельщики оценивают игру самого футболиста. Поэтому я хочу дать шанс людям, которые у меня есть, чтобы они себя проявили, чтобы к ним вопросов не было. У меня на данный момент к футболистам нет вопросов. А еще раз говорю, если они есть, то мы это, в общем, решим. В режиме решим. Закайва серьезно, чтобы проявить? Вот это хочется ему пожелать, чтобы не было ничего серьезного. Закайв сегодня великолепный матч сыграл. До той минуты, до которой случилось. Но футбол, к сожалению, такой состоит из негативных моментов. Хочется пожелать ему всего наилучшего, чтобы, не дай бог, серьезного, чтобы не было. А так, что касается игры, он один из лучших был на поле сегодня. А вот надежды на спонсоров у нас есть какие-то цели, стремления? Наверное, это руководители нам ближе. Конечно, хочется, чтобы у нас были спонсоры, чтобы мы решали, думали о том, как базу построить, думали о том, как поля побольше и лучше. Это уже в процессе есть, но я не могу об этом сказать, потому что все-таки руководители есть, у них, наверное, просто есть. А так, Владимир Владимирович, форма, надеюсь, будет в новом сезоне, чтобы номера были четкие. Это очень сложно. Расплываются номера. Я только за, честно. Будет, конечно, я думаю, будет. Просто если бы это только от меня зависело, я бы и сказал. А вот еще вопрос. А у нас будет на 100 днём строиться передавать? Честно, это не по мне вопрос. Я же главный пример. Мне по команде вопросы какие-нибудь задавайте. Спасибо вам за игру команды. Вот как вы сказали, ребята, характер появится. Ну, не забили, к сожалению. Ну, столько моментов. Реализация чуть-чуть. Да, желание было, это самое главное. Спасибо большое. Спасибо.